В эфире новости сейчас. С вами Сергей Козлович. Здравствуйте. Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся Полоцкий путепровод. В церемонии открытия моста граждане пригласили принять участие президента. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс и одновременная инспекция для президента, управленцев и журналистов. Объект, жизненно важный не только для Витебска, это артерия международного значения, ведет в Полоцк и далее в Россию и Латвию. Самые тяжелые времена скитаний по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в Витебске, когда этого путепровода не было, был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чуда-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже. Это памятник на века нашему славянскому городу. Встреча же с активом региона стала возможностью оценить сделанное в области и пройтись по проблемным вопросам. Речь шла не только о модернизации автодорожной сети, точки роста промышленного сектора, фронт работ в АБК, упор на экспорт и туристический потенциал. Это только часть тем, которые звучали сегодня. Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Белоруссии является развитие регионов. Замысел простой – поднять районы и сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в центре, и в глубинке. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспортных поставок и повышению доходов населения. При этом, отметил президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве – это основа любого развития. Евросоюз не допустит второго глобального карантина и остановки экономики. Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. План ЕС – предупредить, а не сдерживать болезнь. Ещё раз, страны-члены должны остыть, мы должны объединить наши усилия. Нужно увеличить количество проводимых тестов, отслеживать контакты. Мы должны быть способными защитить здоровье общества, обеспечить достаточным количеством защитного оборудования. Тем временем, Италия вновь вводит ограничения. В частности, люди будут обязаны носить маски в общественном транспорте, магазинах, госучреждениях, больницах и других местах, где невозможно сохранять метровую дистанцию. И к обновлённым данным от Минздрава. В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. 65 443 человека зарегистрированы с положительным тестом на коронавирус. В лабораториях страны проведены почти 1 152 000 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. На этом у меня всё. Больше информации в 19 часов. Всего доброго.